Музыка Привет! Знаешь, что я подумал? Нам надо поговорить. О чем? Ну, о наших отношениях. Здесь есть где-нибудь какое-нибудь укромное место? Здесь, говори, видишь, никого нет здесь. Ну, пойдем. Значит, что я хотел сказать? Да, мне тоже очень интересно. Маш, качай дурака валять, а? Покупай билет, возвращайся домой. Куда домой-то, Андрей? Ну, как куда? Маш, У меня вроде как нет уже дома. Ну, домой. Я квартиру тебе сниму, а? Вернешься на работу, будешь жить как нормальный человек, Маш. А сейчас я живу как ненормальный человек. Ну, как? В какой-то пособке, в каком-то базаре в Турции. Ну, и что? Какие-то мутные люди вокруг. Ты хоть понимаешь, чем это может кончиться, а? Да чем угодно! Любовь фигней! Ты Марину бросишь? Мы будем жить вместе. Решу этот вопрос. Что? Решу этот вопрос. Ты сам себя слышишь вообще? Слышу. Значит, нет. Не бросишь. Я не сказал нет. Ты да, не сказал. А если ты не бросишь, значит, все будет по-прежнему. Маш. С чего ты вообще взял, что я хочу вернуться в этот старый оскол? Может быть, из-за какого-то неземного сайкса с тобой, Андрюша, а? Ты о чем вообще сейчас говоришь? Да о том. А? Это раньше мне тебя не с кем сравнить было. Только с Васей. Но на его фоне и ты выглядел прекрасно. А здесь знаешь, какая жизнь? Здесь другие мужчины, другой темперамент. Какие они вообще фантастика. Ты достала меня! Жу, убери! Андрей, слышишь? Андрей, подожди. Вали. В смысле это? Вали. Андрей, да подожди. Ты что, приехал в Туркию, чтобы вот так вот уехать сейчас? Ты знаешь кто-то? Ты... я себя в ад попаду. Я возвращаюсь к жене. Куда ты возвращаешься? Чего ты там? Какой ад? Какой жене вообще? К Марине я возвращаюсь. К Марине. Больше много ты понимаешь в отношениях. Лучше побольше тебя я понимаю в отношениях. Расскажи-ка. Да. Интересно. Во-первых, она тебя не ждет. Во-вторых, может она сама никому не нужна. Поэтому ты к ней едешь. Андрей! Значит так, ты хочешь, что я нашел врача, который будет для него делать аборт? Да, да, да. Право наши, когда говорят, что все беды от женщины. Ну, просто некому было больше обратиться, Мехмед. Ты поможешь мне? Слушай, ну, мне некуда, понимаешь? Некому больше пойти. Или что, надо было на рынок идти. Или к Ешару сказать, Ешар помоги. Мехмед, ну кроме тебя никто не сможет помочь. Это помощь, разве считается? Это помощь? Убивайте ребенка, делайте аборт. А как лучше, чтобы она умерла, чтобы ее камнями забили? Или что ты себе представляешь? Что она придет и скажет, А, здравствуй, мама, я беременна от женатого мужика. Порадуюсь, и у тебя будет внук. Вообще-то, убивать ребенка, делать аборт, это самый большой грех. Но почему за этот грех должна расплачиваться она? А он, этот женатый мужик, так и будет продолжать ходить по базару, гулять. И ему будет говорить, ой, ой, какой уважаемый человек пошел, да? Так зачем мне этот грех взять на себя? Зачем я? А если она умрет, ты будешь честный перед Богом? Здравствуйте. Здравствуйте. Для меня счастье прийти по вашему зову. Как ваше здоровье, как здоровье вашего уважаемого отца. Спасибо, добро пожаловать. Садитесь, пожалуйста. Чили Каным, принеси сладости, пожалуйста. Дорогой Касим, я пригласил вас, чтобы поговорить на очень щекотливую тему. Надеюсь, это останется между нами. Если бы хоть что-то, что я слышал от других уважаемых людей, стало известно вам, вы бы не пригласили меня. Спасибо, надеюсь, так и будет. Это правда. Дорогой Касим, одна молодая девушка попала в беду. Как давно она в своей беде? Сколько недель? Я не слишком хорошо разбираюсь в этих вопросах, но, насколько я понял, она совсем недавно узнала про свою беду. Это хорошо. Чем меньше времени она терпит эти недомогания, тем меньше последствий. Хорошо, хорошо. Мне очень неловко просить вас о помощи, уважаемый Касим, и я хочу компенсировать все неудобства, которые доставит вам моя просьба. Пожалуйста, возьмите бумагу, напишите, сколько денег нужно, чтобы выполнить эту работу. Как только закончится наш разговор, вы все получите. Спасибо. Семья этой несчастной оступившейся девушки, конечно, ни о чем не знает. Будьте уверены, дорогой Мехмед, что они ничего и не узнают. Здесь адрес, куда ей нужно будет приехать завтра, рано утром. Передайте это вашей девушке и скажите, чтобы впредь она была осторожнее. Дорогой Касим, вы неправильно меня поняли. Я никогда не видел эту девушку. Как вам будет угодно? Вы мне не верите? Я же сказал, все это останется между нами. Но я действительно никогда ее не видел. Ей некому обратиться, она очень молода. Бедная девушка, ей некому обратиться. Ладно. Все как договорились. Пожалуйста. Удачи. Спасибо. Все передали. Спасибо. Привет. Привет. Что случается? Ничего, все нормально. Ну, возьми вот эту бумагу, водась, Дашу своей подруге. Пусть она объедет туда. Спасибо тебе огромное. Ты просто не представляешь, как ты мне помог. Помог? Я? Да я сейчас навеку опозорен. Перед врачом, перед собой. Ты не знаешь, что я пережил сегодня там. Он подумал, что все это мое дело. Я делал все это. Эхмет, ну ты же знаешь, что ты ни при чем? Какая разница, что он подумал? В конце концов, если все это так сложно, то зачем вообще ты это делал? А ты не понимаешь? Не понимаешь? За тебя! Эхмет! А ты... Какой? Да. Так. Продолжение следует...